Всем привет! С вами, как всегда, Ольга. Сегодня с вами мы будем готовить малосольную скумбрию. Что нам для этого нужно? А для этого нам, конечно, нужна скумбрия. Но так как мы с вами девочки, женщины, девушки, мы хотим одно, думаем о другом, а делаем третье, да? То есть мы с вами захотели приготовить малосольную скумбрию, а скумбрии у нас что? Не оказалось. Поэтому мы сейчас с вами приготовим заправку. Здесь вот и смысл в этом приготовлении скумбрии, что вначале нужно приготовить заправку, а потом можно будет сбегать в магазин и за скумбрией. Кроме того, что я сбегаю в магазин за скумбрией, я ещё по ходу зайду в парикмахерскую. Только, значит, начало видео у меня будет вот с такой прической. И под конец видео, когда мы с вами уже засолим скумбрию, у меня будет другая прическа. Так, разговоры разговорами, но теперь приступаем к делу. Значит, про скумбрию я сказала, что она нам нужна, но у нас её нету в наличии. Но это дело исправимое, мы купим. Что нам ещё нужно? Нам нужен литр воды, душистый перец, лаврушка, соль, сахар и кастрюлька, в которой всё это дело мы будем готовить с вами наш рассол. Так, что нам для этого нужно? Вот этой банкой я измерила. Здесь холодная вода, литр. Выливаем в нашу кастрюльку. Теперь берём столовую ложку и кладём 3 неполных столовых ложки соли. Теперь кладём 2 неполных ложки сахара без горки. Без горки. Так, видно вам? Вроде как видно всё, да. Так, душистый перчик. Ну, сколько мы с вами положим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть горошин. Я думаю, вполне нам с вами хватит. И лаврушечку. И лавровые листочки. Вот такое количество у нас с вами получилось. Теперь всё мы это сейчас с вами перемешиваем и ставим на огонь, доводим до кипения. Пока всё у нас это дело доводится до кипения, и поэтому это, соответственно, должно всё дело остыть. В это время я пока, как уже вам сказала, схожу и приобрету скумбрию. Вот, размешиваем их на огонь до кипения. Так, ну что, собралась я в магазин. Сегодня забыла сказать, у нас 18 мая. Одела вот такой вот светорочек. Не знаю, как будет жарко, не будет жарко. И сейчас я побежала за скумбрией. Так, ну что, девочки, пришла я из магазина. Купила я две скумбрии. Значит, килограмм скумбрии стоит 309 рублей. Не знаю, дорого это или недорого. Я давно, очень давно не покупала свежую скумбрию, поэтому не могу даже сказать, дорого это или недорого. И ещё вот мне понравился вот такой салатик Валенсии. Значит, я взяла буквально 300 грамм. Здесь капустка, фасоль, укропчик. Ну, неохота мне самой сегодня салатик готовить. Вот, купила 300 грамм. И, в общем, вот за этот салатик и за две скумбрии я отдала 383 рубля. Сейчас она у меня маленько, как сказать, разморозится. Я её головой отрежу, хвост распотрошу, вымою. Ну, всё это, естественно, сделаю. И потом будем дальше с вами работать. Рассол у меня уже прокипел, как я вам показывала. Он сейчас у меня остывает. Так, ну что, девочки, скумбрия наша готова. Я не стала уж показывать, как её чистила. Помыла голову, хвост отрезала, плавнички. Всё, и на кусочки порционные нарезала. Вот на такие всё видно. Рассол наш остыл. И мы сейчас этим рассолом заливаем нашу скумбрию. Вот так вот всё с вами залили нашим с вами рассолом. И маленько, даже чуть-чуть рассольчик и пролила. Но ничего, это сейчас всё вытрется, уберётся. В общем так, наша скумбрия практически готова. Так, всё ещё раз показываю. Всё у нас готово. Сейчас я закрываю крышечкой и в холодильник на 12 часов. Через 12 часов можно всё это дело вынимать и кушать. За что я люблю такие рецепты? За то, что они такие очень простые, быстрые и легко исполнимые. То есть мы с вами приготовили рассол, по-быстренькому его остудили, почистили рыбку, залили в холодильник на 12 часов. И всё, наша вкуснейшая малосольная скумбрия готова. Готовьте, как я, готовьте лучше меня. С вами, как всегда, ваша Ольга. Ну что, девочки, забыла вам показаться. Вот пришла я из парикмахерской. Вот такой у меня теперь цвет. Вот такой вариант. Но я всё равно коротко не стрягусь, потому что я люблю подзаколку. На улице жарко. Была 4,5 часа. Устала. Хотя женщины в салоне должны отдыхать. А я вот после салона прихожу и говорю, устала невозможно. Всё, пока.